В Российском университете Дружбы народов прошла пятая научно-практическая конференция «Духовно-нравственная культура в высшей школе». В этом году мероприятие носит название «Нравственные ценности и будущее студенческой молодежи». Эту конференцию отличает то, что в ней целая сессия сегодня посвящена проблемам студенческой молодежи. Но ярким отличительным фактом является то, что о проблемах студенческой молодежи говорят не великие ученые-мужи, не священнослужители, а говорит сама молодежь, которая представляет разные вузы нашей страны, которая в том числе представляет и Российский университет Дружбы народов. И вот сегодня было очень интересно послушать детей. В общем-то, была возможность у священников, у преподавателей позадавать им уточняющие вопросы. И получился, я очень надеюсь, что он состоялся, что получился действительно диалог. На рождественских чтениях обсудили вопросы безопасности страны через призму нравственных ценностей в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения, экономики и права. Эксперты представили комплексную картину актуальных изменений в различных сферах жизни общества, которые определяют перспективы его развития. Главная наша задача – осуществить преемственность духовно-нравственных традиций, ценностей нашего народа, сделать его более крепким, сплоченным, консолидированным перед теми угрозами, которые несет нам глобализация, и без обращения к нашим традициям, к тем ценностям, которые мы выработали в течение всей нашей истории культуры, этого сделать невозможно. Поэтому я очень признателен руководству РУДН и, конечно, Лане Михайловичу Филиппову, ректору Российского университета «Дружба народов». Вопросы духовного воспитания всегда имеют приоритетную важность в жизни любого общества. Вокруг них всегда функционирует система образования государства. На современном этапе мирового развития они приобретают особую актуальность в системе российского образования. Высшая школа – это будущее нашего Отечества. Естественно, кто учится сейчас, кто сидит за школьной скамьей, это люди будущего нашего государства, нашего Отечества. Поэтому очень важно, какие ориентиры духовно-нравственные они имеют, чем они интересуются. Поэтому наша конференция как раз ставит своей целью показать эти ориентиры. Человек свободно может выбирать, может отвергнуть, но показать эти ориентиры необходимо. Телевидение РУДН. Новости.